Всем привет! Сегодня мы поговорим про модель культуры высокоэффективных организаций. Мы с вами рассмотрим модель господина Рона Веструма, который в своей модели показал связь между культурой и тем, как информация проходит через организацию. Он рассматривал информацию как своего рода кровь организации, дающая ей жизненные силы. Рон Веструм сформулировал три характеристики хорошей информации. Она дает ответы на те вопросы, на ответы, на которые нуждается получатель. Она своевременная, то есть без опозданий или не слишком рано, и она представлена в таком виде, в котором получатель может ее эффективно использовать. Для того, чтобы лучше понять эти три свойства информации, нужно рассмотреть парочку примеров. Первый пример. Представьте себе, что произошла авария, несколько людей попало в больницу, и врачам необходимо предрешение, кого отправить в операционную, а кто может и подождать. Для этого им, безусловно, нужна только та информация, которая помогает им ответить на эти вопросы. Она должна быть супер своевременной и в таком виде, чтобы врачи ее поняли. То есть мы начинаем ценить качество информации тогда, когда предрешение необходимо очень быстро, мы испытываем некий сумбур, многозадачность. Вот тогда качество информации выходит на первый план. С другой стороны, то, как мы порой проводим дни, а то и недели на работе, запрашивая документы, переспрашивая о том, а что же в них написано и так далее. То есть мы можем себе позволить очень много раз доуточнять какую-то информацию, опаздывать с отправкой какой-то информации, какие-то требования, просто потому, что нет давления порой сроков. Когда приближается дедлайн, потребность в качестве возрастает достаточно серьезно. В кризисные или в сложные времена, опять же, перед дедлайном, либо в другие какие-то кризисные времена, встречи, чекины начинают происходить значительно чаще. А раз они происходят значительно чаще, то и качество информации для нас начинает играть ровно такую же важнейшую роль, как и для врачей при принятии решения о том, кого сейчас доставить на хирургический стол, а кто может подождать. Исходя из того, какая информация проходит через организацию, Рон Веструм выделил три типа организации. Патологические, бюрократические и производительные. И в рамках международного исследования State of DevOps, исследователи показали, что наиболее производительными и высокоэффективными командами являются команды, попадающие под определение производительных по классификации Рона Веструма. То есть команды, ориентированные на результат. И компании, ориентированные на результат. Что это означает на практике? Это означает, что информация в таких компаниях, в таких командах активно добывается, активно идет обучение чему-то новому. Ответственность, она уже совместная. А для того, чтобы ответственность была совместной, информация должна быть доступна всем сторонам, участвующим в разработке какого-то продукта. Поощряются горизонтальные связи, то есть между различными департаментами, между DEV и OPS, между разработкой и безопасностью и так далее. Если произошла какая-то ошибка, то проводится исследование, допустим, постмортом. Мы разбираем в деталях, почему какая-то ошибка произошла, как мы ее исправили. И инкорпорируем это знание в наши существующие системы, чтобы не получить таких же ошибок вновь. И новые идеи, они приветствуются, они опробируются. И если показали свою состоятельность, они внедряются. Вот такие организации с такой культурой являются, согласно исследованию State of the OPS, достаточно высокоэффективными. Процитируем State of the OPS 2021. Наш анализ показывает, что генеративная производительная культура является предсказателем более высокой производительности, развертывания, с какой частотой мы и скоростью дипломим что-то на продакшн, и эксплуатации. В том числе, с какой скоростью мы решаем проблемы, возникающие на проде. Эффективность в рамках State of the OPS определяется четырьмя метриками. Это частота поставок, lead time, скорость решения проблем, возникающих на проде, и процент проблем, долетающих до опрода. Вот, собственно говоря, по всем этим четырем метрикам компании с генеративной культурой побеждают все остальные. И в State of the OPS их назвали в DevOps элитой. Что же на практике вы можете использовать для того, чтобы продвинуться в сторону генеративных, высокоэффективных организаций? Например, для высокой кооперации можно использовать кросс-функциональные, кросс-компонентные команды. Информация в таких командах течет очень быстро. Люди работают из разных областей, очень плотно друг с другом, передавая бесценную информацию друг к другу. То, что Рон Вестер назвал «Гонзов обучает» — это blameless, то есть без поиска виноватых post-mortems. То есть когда мы исследуем какое-то падение на продакшене, мы смотрим, почему продакшен упал, а не кто. То есть мы переходим от кто к как. Как исправить ситуацию, как заложить, сделать ее систему более надежной. Совместная ответственность — это разработчик, делец эксплуатации, ответственность за работу кода. Помните, мы говорили про Netflix в предыдущем видео? Общая ответственность, то есть команда разработки микросервиса и разрабатывает, его тестирует и поддерживает на продакшене. Возможно, вместе с командой эксплуатации, почему бы и нет. Горизонтальные связи — это участие представителей команд в различных встречах друг друга. То есть это такие своего рода представители одной команды на встречах с другой командой. Например, на планирование, например, либо на демо — это отличная возможность для того, чтобы активно передавать информацию между различными командами и подразделениями. То, что ошибки ведут к исследованию, это снова те самые пост-мортумы, то есть разбор ошибок без поиска виноватых. Выделение времени на улучшение, порой до 20% времени уделяется командам на улучшение своей повседневной деятельности. Новые идеи, что их может привнести любой и внедрить любой — это практики экспериментирования, research and development. Это какие-то hack days, причем hack days не только, когда мы какую-то новую технологию используем, но и когда мы пытаемся взломать свое собственное приложение для того, чтобы повысить свои навыки в безопасности и так далее. Напомню, что практики — это лишь артефакты. И, конечно же, для того, чтобы максимально эффективно использовать те или иные практики и процессы в корпоративной культуре, должны быть соответствующие ценности и соответствующие базовые предположения. Например, если вы решите сформировать у себя кросс-функциональную команду, команду, в которой будет и разработка, и эксплуатация, через какое-то время совместной работы вы все равно начнете сталкиваться с трудностями внутренней интеграции и внешней адаптации. Вы будете решать эти проблемы, и на основе успешного решения таких проблем будут появляться новые базовые предположения, новые ценности, которые и будут укреплять и модифицировать под вас практики, перечисленные здесь. Спасибо. На этом все. Увидимся в следующей части.